Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. И сегодня в выпуске. 16 эпизодов получения взяток. Состоялось предварительное слушание по делу Евгения Халтурина. Помощь окажет областной Минздрав. Ее попросили родственники попавшего в ДТП в Таиланде Помора. Попытки открыть дверь успехом не увенчались. При пожаре на Ломоносово 102А скончался северодвинец. Сегодня состоялось предварительное слушание по делу муниципального служащего Евгения Халтурина. По версии следствия он получал денежное вознаграждение за приобретение и передачу в социальный наим жилья на территории муниципального образования Северодвинск. Предварительное слушание проходило в закрытом режиме. По версии прокурора в период с 2012 по 2014 год Евгений Халтурин получил 16 взяток в размере от 50 до 200 тысяч рублей. За вознаграждение содействовал распределению и передачу в социальный наим жилья на территории города Северодвинска. Сторона защиты ходатайствовала о возвращении дела прокурору для пересоставления обвинительного заключения. Стороне защиты непонятно в чем обвиняется именно подсудимый. Были приведены ряд доводов о том, что не конкретизировано время совершения преступления, о том, что не описан способ его совершения. Суд вынес решение стороне защиты отказать. Дело прокурору не вернется. Следующее судебное заседание назначено на 23 октября. Сам подсудимый свои позиции по отношению к обвинению пока не высказал. Обвиненные составы преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких. С максимальным сроком лишения свободы свыше 10 лет. К концу года в Северодвинске заложат АПЛ император Александр Третий. Это седьмая стратегическая атомная подлодка типа «Борей». Соответствующий приказ уже подписан. Ожидается, что церемония закладки состоится в конце декабря 2015 года. Об этом сообщает агентство ТАСС. Субмарины типа «Борей» должны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Как сообщалось ранее, до 2020 года планируется построить 8 таких подлодок. Три из них уже переданы флоту. Каждая такая лодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Сейчас строительство серии продолжается по улучшенному проекту «Борей-А». Первым его представителем стала субмарина «Князь Владимир», заложенная в 2012 году. В 2014 году были заложены сразу две подлодки «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов». С начала года в городе произошло 7 пожаров из-за неправильной эксплуатации отопительных печей. Один человек погиб. В городе продолжается профилактическая операция отопления. Пожарные дознаватели просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей. Задыхались от дыма сегодня жители Карла Маркса, 28. Загорелись два почтовых ящика. Предположительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал. А тем временем в городе продолжается сезонная операция отопления. Пожарные напоминают горожанам о правилах эксплуатации отопительных печей. Но, как показывает практика, те, кто топят печи, с детства знают, как избежать пожара. «Сначала закладываешь газету, по бокам дрова. И сверху сначала маленькие дрова закидываешь, а потом уже побольше дров. Пожигаешь и закрываешь печку. Открываешь трубу, чтобы дым выходил и не задымился. И просто заглядываешь, чтобы не загорелось все». За 2014 год в Архангельской области произошло более 1 тысячи пожаров. 27% из-за неисправности или неправильной эксплуатации печей. По этой же причине с начала этого года в нашем городе произошло 7 пожаров. Так, в феврале 55-летний мужчина без определенного места жительства погиб на Ломоносово, 34. Для обогрева он использовал самодельную металлическую печь. «Он находился в заброшенном аварийном здании, признанном здании под снос. Там установил нелегальную печь и эксплуатировал ее с нарушениями. В результате чего произошел пожар, где он сам погиб». Сейчас основная задача операции отопления – проинформировать горожан. «Нельзя при эксплуатации печного отопления допускать перекала печей, допускать эксплуатации печей, не имеющих противопожарных разделок и отступок от сгораемых конструкций, разжигать дрова в печи или в камине бензином, или другими легковоспламеняющимися жидкостями». Также топку печи нельзя доверять детям. Мебель не должна находиться рядом с источником огня. При очистке горящую залу обязательно проливать водой. «Нельзя вешать зеркала над камином и увеличивать мощность путем турбонадува или менять дрова на уголь». Евгения Карелина, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска. Степень готовности к работе в зимних условиях сегодня проверил мэр Михаил Гмырин. С рабочим визитом он посетил СМУП спецавтохозяйства. По условиям муниципального контракта к зимнему содержанию предприятие приступает уже 15 октября. Однако уже сейчас дежурный диспетчер ведет постоянный мониторинг погодных условий. На боевом посту находятся автомобили-пескоразбрасыватели. Эта техника готова в любой момент приступить к противогололедной обработке самых напряженных участков городских дорог, Ягринского моста, путепровода на проспекте Труда и загруженных перекрестков. На данный момент времени спецавтохозяйство готово к проведению работы по зимнему содержанию по муниципальному контракту в городе Северодвинске. 60 единиц техники готовы к зимней уборке. Пескосоляной смеси в норме 13,5 тысяч тонн. Кроме пескоразбрасывателей бороться со снегом и гололедицей будут грейдеры. Два из них приобретены этим летом. Также на улицы города выйдут снегопогрузчики, бульдозеры, самосвалы и другая спецтехника. И сегодня же мэр побывал на Ягринской набережной. Глава города дал поручение максимально защитить берег от осенних штормов. Состояние набережной имени Зрячего находится на постоянном контроле. В ближайшее время тяжелая спецтехника сделает так называемую обвалку, преграду из песка от размытия основного парапета. Предприятие выполняет эту работу каждый год после ноябрьского шторма 2011-го. Грунтовый вал уже показал свою эффективность. Михаил Гмырин также сделал замечание по содержанию набережной в осенне-зимний период. Навигация на водоемах в окрестностях Северодвинска продлится до 1 ноября. Вопрос о ее закрытии решается в правительстве области. Однако выход на воду осенью сопряжен с рядом опасных факторов. Инспекция по маломерным судам требует соблюдать особые меры предосторожности. В первую очередь следует проверить состояние двигателя, лодки и ее плавучесть. В прошлом году были случаи, когда с виду исправные моторы в заморозок отказывали и судоводителям приходилось просить помощи у МЧС. Проверить надо и наличие исправных блоков плавучести. Спасательные средства также должны быть на первом месте. Спасательные жилеты необходимо брать с запасом по массе, то есть с учетом веса теплой одежды, которая при намокании тяжелеет. Рекомендация судоводителям не выходить на водоем при ограниченной видимости, менее 1 километра. И если у вас в пути застала снежная буря или дождь, туман, то, конечно, уйти как можно ближе к берегу, встать на якорь, ну и, в принципе, принять меры всей предосторожности. Необходимо также учитывать силу и направление ветра. Об этом сотрудники ГИМС напоминают владельцам легких надувных лодок с моторами до 5 лошадиных сил. Такие плавсредства нередко уносят от берега в открытое море. Еще одно правило, которым не стоит пренебрегать перед выходом на рыбалку. Владельцу лодки необходимо сообщить родным о месте, где он будет находиться. Родственникам северянина, пострадавшего в Таиланде, поможет областной Минздрав. К региональным властям обратились родители пострадавшего 31-летнего мужчины. 3 октября он попал в ДТП на острове Пханган в Таиланде, где гостил у своих знакомых. Сейчас мужчина находится в реанимации на территории Таиланда. Его состояние оценивают как тяжелое. Лечение там платное, так как у северянина не была оформлена туристическая медицинская страховка. Единственный выход на данный момент – перевести молодого человека на территорию России и уже здесь оказать необходимую помощь. Решение о медико-транспортной эвакуации из-за границы принимается правительством Российской Федерации. Мы активно работаем с мамой и отцом пострадавшего. Мы помогаем подготовить отвечающий пакет документов в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Наши коллеги уже связались с профильным отделом Минздрава. И сейчас идет активный обмен информационный. В настоящее время врачи областной клинической больницы уже изучают томограммы пострадавшего, чтобы по прибытии его в Архангельск быть готовыми к оказанию помощи. Новый сезон, новое оформление, новый формат. В октябре для наших телезрителей мы подготовили множество сюрпризов. Вестник Северодвинска и другие программы смотрите в новом оформлении из нового павильона и в широком формате 16 на 9. Телевидение родного города смотрите у всех кабельных операторов на 23-м канале. Редкая популяция пауков-волков обнаружена на территории Архангельской области. Вероятно, это самая северная группа особей данного вида. Популяция арктозы сероватой найдена в юго-западной части нацпарка Онежское поморье. За пауками наблюдали сотрудники музея землевладения МГУ имени Ломоносова. Ранее сведениями об обитании арктозы на Онежском полуострове наука не располагала. Пауки-волки – близкие родственники тарантулов. Они ведут сходный образ жизни, днем скрываются в одиночных убежищах, а ночью выходят на охоту. Ну а теперь о погоде. Слово и ради. Придимний характер погоды отступил до конца недели. Среда грядет с небольшими дождями и слабым ветром. Здравствуйте. Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Попытки открыть дверь успехом не увенчались. При пожаре на Ломоносова 102А скончался Северодвинец. Модели с ограниченными возможностями здоровья собрались вместе. В городе стартовал проект «Красота без границ». О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – фирменный салон «Оскона». Коллекция роскошных матрасов «Серта и Кинд Койл» от фирменного салона «Оскона» – это комфорт для вас и вашей семьи. Уникальный пружинный блок, совершенно дышащая система, высокотехнологичный материал, ортопедическая система поддержки спины, индивидуальная ручная сборка – это пять причин, чтобы больше не считать овец по ночам. «Серта и Кинд Койл», фирменный салон «Оскона», «Ломоносово-75», «Дом быта», «Северное сияние». 14 октября по данным Гессмедио в Северодвинске ночью ожидается 3 градуса выше 0. Днем столбик термометра также покажет плюс 3, пасмурная погода и небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и к вечеру составит 766 мм фортутного столба. В среду астрологи советуют держать на контроле свои чувства и желания. Эмоции могут перехлестывать через край. Например, обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат. Случайное знакомство обернуться изменой, а вечеринка с друзьями – в посиделке до самого утра. Все это ненужные соблазны, постарайтесь их избежать. Впрочем, у дня найдутся и плюсы, и высокая вероятность получить приятные дивиденды, благодаря творческому потенциалу, общительности и креативности. Используйте эти качества и при выборе постельных принадлежностей. Полезный и комфортный сон от фирменного салона «Оскона» вам гарантирован. Фирменный салон «Оскона» – дом быта «Северное сияние», Ломоносова, 75, 2 этаж. А я с вами прощаюсь и желаю приятного дня. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok «Лучший агроном». Победителей ждут ценные призы. Супружество – это величайший дар Господа. Какой же ты развратник. Тебе повезло. Привет. Сколько лет прошло? Ох, весит. Его биологическая мать обещала приехать к нам на свадьбу. Мама, здравствуй. Я просто в ужасе. Католики плохо относятся к разводам. Это грех. Притворитесь на выходные, что вы женаты, что сложного. Мы не разведены, понял? А? Рехнем, старина? Он размечтался. Если эти двое – муж и жена, то я тогда кто? Младшая жена. Уже глаза залил. Какая жалость, что я берегу себя до свадьбы. Займешься со мной любовью? Ну, не женись как можно дольше. Врежьте мне по морду еще разок. В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. В городе впервые стартовал проект «Красота без границ». Фотосъемка людей с ограниченными возможностями здоровья. Его главная задача – показать особенных людей вне общественных стереотипов. Наконец, состоялось итоговое организационное собрание. Участников познакомили с требованиями проекта, а те, в свою очередь, рассказали о своих увлечениях и хобби. Без посторонней помощи 32-летнему Александру Шумихину не справиться. Впрочем, первая группа инвалидностей не мешает ему быть активным членом общества. Мужчина регулярно посещает психологические тренинги и семинары в Северодвинске и Архангельске. Проект «Красота без границ» не стал исключением. В каком образе вы будете или в каком образе вы хотели бы стать модельником? Честно говоря, я не думал об этом вообще. Но я думаю, что люди мне подскажут, что есть. Я что-то из этого выберу, скорее всего. То есть, на профессионалов надеетесь? Ну да, каждый ведь в своем деле. В проект Александр пригласил его бывший одноклассник Сергей Биркин. Мужчины дружат с пятого класса. Кстати, сейчас Сергей – член молодежного клуба людей с инвалидностью «Юттайм» в Архангельске. Этим летом его участники на колясках сплавлялись по реке Пиннига. Именно в этом клубе Сергей и узнал о проекте. Тогда и решил стать моделью. Год назад его фотография украсила выставку в ЦК ИОМ. На этот раз Сергей фотографироваться не будет, а станет моделью дефиле. В том году я был лицом показа в Северодвинске, потому что я, наверное, или единственный, или один из тех, кто был в Северодвинске. Какой у вас образ был? У меня был образ, я вот не знаю, как это сказать, там. Вот знаете, шуба такая, богатая, как говорится, гангстер, шапки такой. А у меня одноплассник Сергей, он участвовал в том году. Он нас весь так поразил, думаю, может быть, и Северодвинску рискнуть. И что ожидаете от проекта? Ну, может, посмотреть, что из меня сделают. В этом году к проекту присоединился и Северодвинск, всего вместе с Архангельском 24 участника. Проект состоит из двух этапов. Фотосессия, где особенных людей преобразуют профессиональные стилисты, визажисты, парикмахеры и фотограф. В конце – дефиле, где модели с ограниченными возможностями здоровья продемонстрируют образы различных брендов. Абсолютно разные. У нас здесь молодой человек, который увлекается брейд-дансом, есть девушка, которая занимается пошивом детских игрушек, да, там мягких игрушек. Есть девушка, которая там вышивкой занимается. У нас вчера вот мы проводили тоже такое же собрание в Архангельске, там есть вообще, есть те, кто занимается телевидением, есть те, кто занимается спортом различными видами. Заявки на участие в проекте для моделей закончены, записаться можно лишь на следующий год. Впрочем, ждут тех, кто хочет поддержать проект своими услугами. Подробная информация на сайте «Красота без границ» либо по телефону 8 921 480 52 53. Сам проект планируют провести в декабре. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. 30-летний вельчанин надругался над 9-летним школьником. Вечером 10 октября он подошел к ребенку на улице и заманил в безлюдное место, где совершил различные действия сексуального характера. Задержанный только в мае этого года освободился из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за убийство. Вероятнее всего, туда он вернется за причинение действий сексуального характера в отношении малолетнего. О происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Компания Вектор». «Компания Вектор» дарит осенние скидки до 20% при заказе кухни, шкафа-куфе, прихожей, детских и другой корпусной мебели. Особые условия для членов профсоюза предприятий «Звездочка» и «Севмаш». Мебель компании «Вектор» создаст ощущение комфорта и уюта в каждом доме. Ждем вас на Ломоносово-100 и Дзержинсково-8. Телефону 5092-40-5243-82. Бороться с последствиями утреннего пожара жителям Ломоносово-102 придется еще долго. Весь дом пропитан запахом гари. В 7 утра дым повалил из квартиры 4 этажа. Со слов соседей, здесь проживал одинокий 42-летний мужчина. Не так давно он похоронил жену, часто употреблял спиртное. Но делал это тихо и никого не беспокоил. Спасти небуйного соседа пыталась Татьяна Васильевна. Она и вызвала спецслужбы. Когда я вышла, увидела, что тут вообще ничего не видно. Стала стучать к соседу, он откликнулся и крикнул, что пожар. Я побежала вызывать пожарных, скорую помощь. Приехали очень быстро. Ну, как потом оказалось, несчастный случай. Угорел человек. Я слышала, что он пытался что-то открыть, но он не смог открыть. Врачи скорой констатировали смерть. Со слов жителей, их сосед горел не раз. Мужчина засыпал с непотушенной сигаретой и забывал о включенной электроплите. Под злополучной квартирой находятся магазины. Рабочий день они проводят в полноценном режиме. Благодаря техническому этажу вода вышла через трубы, которые выведены наружу. И особо мы не пострадали. Только вот с потолка немножко потекло. И с датчиков пожарной безопасности. С огнем на Ломоносово 102А оборолись 16 человек и 5 единиц техники. Пожар ликвидировали за 24 минуты. Предварительная его причина – неосторожное обращение при курении. Водители этих автомобилей объединило не только ДТП. Как выяснили инспекторы ГИБДД, у обоих еще нет и водительских прав. Водителя газа их лишили. Управляющий 12-й их не имел вовсе. На окружном шоссе они столкнулись в лобовую. Газ двигался в сторону Северодвинска. Легковушка в направлении Архангельского шоссе. Оба водителя находились в трезвом состоянии. Получили оба водителя травмы. Госпитализированы во вторую городскую больницу. Также получили травмы в данном ДТП. Два пассажира – автомашины «Газель». Один из пассажиров был в алкогольном опьянении. Пассажир под градусом отделался ушибом лба. У остальных диагнозы более серьезные. У второго пассажира закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы позвоночника и голени. У водителя газа травмы органов грудной клетки, брюшной полости и таза. Водителя ваза госпитализировали на машине реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма. Нерабочая деятельность северодвинского пожарного заинтересовала наркополицейских. В результате у него изъяли посылку с сильнодействующими веществами – анаболическими стероидами. Препарат запрещен на территории Российской Федерации. Посылка поступила из Республики Беларусь. Она предназначалась для сержанта одной из ПЧ города. Теперь пожарному и несостоявшемуся атлету за контрабанду сильнодействующих запрещенных веществ на территории Российской Федерации грозит до 7 лет лишения свободы. Его имя и номер пожарной части наркополицейские не разглашают в интересах следствия. Если вы стали очевидцем происшествия и сняли его на фото или видео, присылайте материалы на наш электронный адрес gtrk.sevsобакамail.ru Предложить свою новость наши зрители могут нажатием одной кнопки на сайте северодвинск.тв 20 тысяч рублей предлагают заработать северодвинсом с писательским талантом. От них ждут прозу, стихи и драматургию. До 15 ноября продлен прием заявок к участию в конкурсе по присуждению литературной премии «Никольская устья». Конверт с деньгами и диплом получит победитель. Он будет один. Требований к кандидатам два. Во-первых, их произведения должны быть опубликованы в 2014 году. Во-вторых, соискателями премии могут быть только северодвинцы. Работы принимают в трех номинациях. Это в прозе. Это может быть рассказ, это может быть роман, это может быть новелла. И документальное художественное произведение, то есть это мемуары, дневники, воспоминания. Дальше устанавливается премия в поэзии. Поэзия – это сборных стихов или поэма. И третья номинация – это драматургия, это комедия, драма, трагедия. Произведения могут быть изданы как отдельными книгами, так и опубликованы в литературных журналах или газетах. Напомним, премию «Никольская устья» присуждают в городе с 2012 года. Ее обладателями становились северодвинские авторы Илона Шатковская, Антон Шушарин, Виктория Прищепина и Татьяна Букурова. Заявки ждут в отделе культуры администрации Северодвинска на Байчука 2, кабинет 27А. Северодвинский завод строительных материалов – это кирпичное и монолитное строительство. Это контроль качества продукции, совершенствование традиций и благоустройство городских улиц и площадей. Северодвинский завод строительных материалов – все для любимого города. Архангельское шоссе 31, телефон 58-01-54. Сказка, ложь, да в ней намек. Сэкономить видим толк. Добро пожаловать в «Два медведя». Получить двойной урожай. Принимаем в оплату вершки и корешки. Чем будете платить? Выбор за вами. Приглашаем в сказку взрослых и детей. Вестник Северодвинска о спорте. Более 10 тысяч спортсменов приняли участие в третьих европейских играх ветеранов спорта 2015 в Ницце. Выборная команда России завоевала 59 золотых наград в свою лепту. В медальный зачет внес и северодвинец Александр Перевалов. Европейские игры ветеранов спорта открыты для спортсменов всего мира и являются своеобразной олимпиадой для атлетов категории мастерс. После Швеции и Италии выбор организатора впал на столицу Лазурного берега Франции. Более 10 тысяч спортсменов вели борьбу в 27 индивидуальных и командных видах спорта, в их числе работник Северодвинского ГИБДД Александр Перевалов. Как организация? Елена Шлудина ездила на последний ветеранский чемпионат мира и говорит, что организация у французов была не очень. Здесь, кстати, то же самое. Честно говоря, я из-за них чуть в финал ошибочно не попал. У меня было лучшее время с забеги, сразу красный полосой должен в финал, а перепутанная была фамилия. И слава богу, попался человек, француз, уже 20 лет россиянин там проживающий. Мы с ним ходили, все выясняли, плюс организаторы там все добились своего. Из-за такой нелепой ошибки наш легкой атлет чуть не лишился медали европейских игр. Четыре года назад в Легано Александр проиграл забег на 100 метров английскому спортсмену. На этот раз британец увидел лишь спину северодвинца. После золотого успеха на сотне Александр Перевалов завоевал бронзовую медаль в беге на 200 метров. Как вы успеваете совмещать работу и выступление легкую атлетику? Ну, служба в ТПС не очень легкая, конечно, что же говорить-то. И ночные смены, и дневные, ну, скрипя зубами. Тяжеловато, конечно, скрипя зубы стиснул и на тренировку. Тяжеловато. Помогают. И тренеры, конечно же, много времени уделяют. И коллеги, с кем, несу службу, их моральная поддержка для меня очень много знают. Ребята, большое вам спасибо. Признателен Александр и своей семье, а благодаря маленьким победам нашего спортсмена российская сборная завоевала второе общекомандное место, уступив пальму первенства хозяевам европейских игр. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. На сегодня это все новости, но не переключайтесь. Прямо сейчас живые страницы. Обо всем интересном сообщайте по телефону 598-700 или пишите номер 8-911-0580-700. Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв. До свидания. Новая удобная упаковка. Ничего, кроме молока. Северодвинск молоко. Покупайте с удовольствием. Студия Дизайном Арт дарит обновления. Кухни, детские шкафы-купе вам на загляденье. Мы готовы выслушать все ваши пожелания и не оставим ни одно без должного внимания. Рассрочки и скидки для клиентов у нас на Советской 27А ежедневно ждем вас. Подушка от 250 рублей, одеяло от 500 рублей на Ивановской текстильной ярмарке с 12 по 15 октября в ЦКИО на Бачука-2. Жизнь кажется серой, однотонной и нет сил. Наполнят силами молочные продукты Белозория. Приобретай три Белозория в день. Запомни, это норма здоровых и сильных людей. Спонсор прогноза погоды – проектно-строительная компания «Высота». Проектно-строительная компания «Высота» проводит акцию. 16 сентября по 16 октября приобрети квартиру в жилом комплексе «Лесной» и получи дизайн-проект в подарок. Мы знаем, как сложно сделать ремонт квартиры без проекта, поэтому предлагаем лучших специалистов в области дизайна. Которые помогут подобрать отделочные материалы, освещение, мебель, разработают планировочные решения, создадут тепло и уют в вашем доме. Торопитесь, квартира вашей мечты ждет вас. Жилой комплекс «Лесной» спроектирован специально для северного климата. Телефон 56-01-21, Комсомольская, 8А. В среду 14 октября в Северодвинске ожидается ветер западный и слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня незначительно повысится и к вечеру составит 766 миллиметров втутного столба. Пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью плюс 2, плюс 4, днем до 4 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды – проектно-строительная компания «Высота». При покупке квартиры в жилом комплексе «Лесной» дизайн-проект в подарок. ЖК «Лесной» квартиры от застройщика. Телефон 56-01-21, Комсомольская, 8А, офис 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова